Более 15 лет подряд на Олимпийце собираются ребята, которые предпочитают активно проводить каникулы на свежем воздухе, да еще в компании своих друзей. На звонком льду юные спортсмены твердо стоят на коньках, виртуозно маневрируют, показывают свое мастерство в эстафетном беге, беге парами, преодолении препятствий. Эти соревнования у нас проводятся с целью организации досугой наших подростков. Им здесь предстоит показать свои навыки, умение кататься на коньках, показать свою сплоченность, насколько они команда. Скользить по гладкому льду острыми лезвиями коньков для многих не впервой. Поэтому пройти все препятствия не составило особого труда. Хорошие результаты, конечно, заслуга регулярных тренировок в третьей детской юношеской спортивной школе. Своё свободное время от уроков Дарья тратит сразу на два типа спорта. Пауэролифтинг и баскетбол. Коньки для девушки. Больше развлечения. Давно стоишь на коньках? Давно, но я редко катаюсь. Поэтому плохо умею некоторые делать, как тормозить. А Саша и Руслан более четырех лет занимаются футболом. В любимом виде спорта легкая атлетика для ребят – отличная тренировка. Катание на коньках тоже не помешает. Тем более в комбинированной эстафете, так же, как и в футболе, главное – командная игра. Змейке легче было. А первое это какое было? Первое, когда просто едешь и обводишь конус. Вроде ничего такого сложного, да? Да. Самое главное – быть командой. Несмотря на новогодние морозы, население всё равно приходили к нам заниматься на спортивный комплекс. Катались на коньках. Подростки каждый день приходили. Их это не останавливало. Приходили с семьями, приходили с маленькими детьми. Просто всё замечательно, всё для людей. Приходите, занимайтесь. Мы вас рады видеть. Глядя на командный и спортивный характер молодёжи Ленинска, можно позавидовать и юные спортсмены даже в морозные и новогодние каникулы. Не пропускали дни, чтобы покататься на коньках. Только за несколько дней лёд стадиона «Шахтёр» посетило более тысячи горожан. А на лыжне парка здоровья побывало около 400 спортсменов. Впереди ещё как минимум два месяца зимы, поэтому всех любителей здорового образа жизни Ленинска-Кузнецкого ждёт ещё много спортивного и интересного.